Мы едим их каждый день, но вы хоть раз задумывались, кто придумал это блюдо? Я говорю о бутербродах, конечно. Согласно одной из теорий, это был человек по имени Джон Монтегю, также известный как граф Сэндвич, который жил в 18 веке. Этот мужчина так не любил отрываться от дел, что придумал знаменитое ныне блюдо, благодаря которому ему не приходилось делать перерыв, чтобы перекусить. Еще одно гениальное кулинарное изобретение, без которого вы наверняка не представляете свою жизнь, это пицца. Понятно, что родина пиццы – Италия. А вот гавайская пицца, которую или обожают, или ненавидят, родом из Онтарио в Канаде. Иммигрант из Греции по имени Сэм Панопулос придумал ее рецепт в 1962 году. Вы же не думали, что знаменитый римский император время от времени ел этот салат, раз уж он называется Цезарь? Безусловно, это не так. Однажды в День независимости США у одного итальянского повара по имени Цезарь Кардини закончились продукты. Отчаянные попытки накормить гостей закончились тем, что он соединил все доступные ингредиенты и сделал салат. Была ли идея успешна? Несомненно. Палочки для еды куда старше вилок, которыми вы пользуетесь каждый день. Если быть точнее, им около 4,5 тысяч лет. Считается, что несколько человек не должны пользоваться одними палочками, даже если они мытые. В противном случае вы рискуете подцепить черты характера тех, кто пользовался палочками до вас. Обычно у самого универсального предмета одежды джинсов спереди есть крошечный кармашек. Он предназначался для хранения карманных часов. И хотя такие часы больше не в моде, кармашек все еще на своем месте. Раз уж мы заговорили о моде, у помпонов на шапках на самом деле есть своя функция. Когда-то шапки с помпонами носили моряки, чтобы не ударяться о низкие потолки на кораблях. Говорят, помпоны были в ходу еще во времена викингов. Хотя, знаете, сложно представить Рагнара Ладброка с помпоном на голове. Первым делом, купив одежду, многие из нас срезают этикетку с внутренней стороны изделия. Эта бирка мешается и даже колется. А еще на ней куча непонятных символов, верно? Вообще-то эти символы содержат много полезной информации, благодаря которой изделия прослужат дольше. Например, там есть инструкции для стирки и глажки. Обязательно изучите этикетку, прежде чем бросать предмет одежды в стиральную машину. Отверстия в колпачках от ручек делают неспроста. У них есть очень важная функция. Если вы случайно проглотите колпачок, отверстие не даст ему полностью заблокировать ваши дыхательные пути и поможет предотвратить удушье. Неважно, есть у вас аллергия на арахис или нет, готова поспорить, вы не знали, что арахис – это не орех. Согласно научной классификации, он относится к бобовым. А еще мы считаем орехами миндаль, грецкие орехи, фисташки и кешью, хотя формально – это зерна. Провода USB имеются почти в каждом доме. Любопытно, но у логотипа USB есть своя история. В интернете было много споров на этот счет, но считается, что логотип напоминает трезубец Нептуна, символизируя универсальность и многофункциональность. Соль необходима для придания вкуса еде, для здоровья, а самое главное – для чипсов и попкорна. В Древнем Риме соль настолько ценилась, что использовалась в качестве валюты. Говорят, некоторым римским гражданам за их услуги платили солью. А что бы вы сказали насчет такой зарплаты? Ловите интересный факт о кошках, который вы могли не знать. У котов всего 4 пальца на задних лапах и по 5 на передних. Считается, что это помогает им бегать быстрее и улучшает ловкость. Ничего себе! Пузырчатая пленка, которую мы используем для упаковки вещей, изначально должна была быть обоими. Два инженера, у которых появилась эта идея, хотели создать новую текстуру для стен. Однако продукт оказался не таким востребованным, как ожидалось. Но когда компания IBM озадачилась доставкой хрупких компьютерных комплектующих, пленке нашлось применение. Она стала королевой упаковки, которую все мы знаем и любим. Лопание пузырьков для снятия стресса – приятный бонус. Компьютерное устройство для бесконечного скроллинга называется «мышь». В принципе, логично, ведь оно быстрое, маленькое, а провод, соединенный с компьютером, похож на хвост. Но первоначальное устройство называлось «черепаха». Все из-за жесткого корпуса, напоминающего панцирь, и движущихся под ним элементов. В то время как большинство продуктов продают в полиэтиленовых пакетах, хлеб и другую выпечку в основном пакуют в коричневые бумажные пакеты. На это есть две причины. Во-первых, выпечка должна быть съедена в течение пары дней. И хранение батона в полиэтиленовом пакете может изменить его вкус и текстуру. Во-вторых, бумажная упаковка способствует равномерному притоку воздуха. Это помогает сохранять свежесть хлеба. И еще про упаковку. Фрукты продают в сеточках разных цветов. Апельсины, например, в красных, а лимоны в зеленых. И это не случайно. Оттенок сетки выбирают с целью подчеркнуть цвет самих фруктов, чтобы вы охотнее их покупали. Вот это я понимаю. Умный маркетинг. С обычным карандашом тоже связана интересная история. Мы часто представляем себе простой карандаш желтого цвета. Что ж, этот цвет был выбран не случайно. В карандашах содержится графит. Во время начала массового производства в 20 веке лучший графит делали в Китае. Желтый – это цвет китайских правителей, поэтому большинство карандашей красили именно в этот цвет, чтобы показать их происхождение. Вы хоть раз задумывались, почему фитиль свечи находится ровно посередине? Это нужно для того, чтобы свеча горела равномерно. Если фитиль окажется не по центру, вы не сможете сжечь свечу часами. Она может и вовсе погаснуть, из-за того, что воск начнет заливать фитиль. Ластики часто двухцветные. Синяя, более жесткая часть ластика, предназначена для грубой и плотной бумаги, а красная часть больше подходит для классической тетрадной бумаги. Мы используем бумажные кухонные полотенца практически для всего – от протирания поверхностей до очистки фруктов и овощей. Но повара и другие работники этой отрасли пользуются барными полотенцами. Они многоразовые, а это лучше для окружающей среды. Хлопковое барное полотенце универсально и подойдет для любых нужд – от вытаскивания блюд из духовки до держания за горячие ручки, от нарезки фруктов до вытирания любых поверхностей.